Уважаемые участники вебинара, серии лекций, организованных Международным институтом исламской мысли. Сегодня у нас очередной спикер, доктор Амун Аль-Азами и его лекция про развитие лидерства в общинах. Доктор Амун Аль-Азами работал в исламской банке развития, руководителем группы по развитию общин с привлечением средств на их консультирование и поддержку путем управления профессиональным общественным и организационным политическим развитиям в мусульманских общинах 51 страны, не входящей в состав исламского банка развития. Координировали при этом работу 31 сотрудника на местах, охватив потребности 4000 студентов, 8000 выпускников и 100 мусульманских и мусульманских организаций в течение 20 лет. Ежегодно готовил и провозил международные сети общин для лидеров МПО с целью повысить эффективность и результативность их работы. Амун Аль-Азами принадлежит инициативу разработки глобальной программы исламского лидерства Исламского банка развития, GIL. В течение 15 лет Амун Аль-Азами работал в правительстве Великобритании в сфере развития общин, в том числе 9 лет в качестве руководителя соответствующих проектах в Лондоне с бюджетом 2,5 миллиона фунтов стерлинга. В 1985 году, заслужив при этом высокую оценку заинтересованных сторон, начал работать ведущим специалистом в области развития общин с 1969 года, в 1979 году стал профессионалом, получил профессиональное образование в этом, учился в Великобритании, получил 4 научных степени, преподавал в Лондонском городском университете и был приглашенным лектором для магистратов общественного университета. Аль-Азами, уважаемый лидер общины и участник исламского призыва, спикер и инструктор с почти 50-летним стажем работы в более чем 30 странах на четырех кандидатах, свободно владеет тремя языками. Доктор Мамун, the floor is yours. Окей, бисмиллахи рахмани рахмим, альхамду лиллахи раби лааламин, ассаллату вассаламу аля сейхиды мурсалину аля алихи и асхабихи и аджмаин. My dear sisters and brothers, ассаламу алейкум. This is Community Leadership Development Programme, and today's session is about Community Leadership Development. And I have a presentation, there are 10, you can see, 10 contents in the presentation of this. And I have said where the slides are more than one, so that you can see that the definitions are there, and the comparison there, and then hadith reference, prophetic leadership qualities. And then we go into number 8 and 9, to prepare yourself for actual leadership, and number 10 is an exercise, which is for you. So sister, you can explain. Уважаемый доктор Аль-Азами, приветствую всех, исламским приветствием, ассаламу алейкум. Сегодня тема нашего разговора будет вращаться вокруг развития лидерства в общинах. И как можно увидеть на экране слайд с содержанием презентации сегодняшней, в целом в нем 10 пунктов, на которые мы обратим внимание. И будем говорить о понятии лидерства, определении, о лидерстве в Куране, хадисах, характеристиках пророческого лидерства. И важные пункты, это будут 8-9, в которых будем говорить о том, как сами мы можем развиваться в этой сфере и развивать лидерство в наших общинах. И проанализировать себя на этот предмет. Пожалуйста, доктор Аль-Азами. Давайте начнем с дефиницией коммуникации. В основном, коммуникация может быть что-то в коммунии. То есть, они могут жить в определенной области. Или, может быть, они могут иметь общую верность, общую верность, общую интересность, общую национальность. Такие вещи, и некоторые примеры, которые здесь являются. Такие вещи, можно объяснить. Начнем с определения. И здесь можно увидеть, что община – это нечто общее, то, что объединяет людей на основании веры, расы, каких-то общих интересов. И ниже приводятся примеры того, как употребляется понятие община. Хорошо. Давайте рассмотрим на дефиницией лидерства. И я поставил три человека. Два – лидерства лидерства, ученики, ученики и тренировки. И они написали книги об этом. И Петер Дракофф говорит, что это лидер, кто имеет followers. Simple. Лидер, который говорит, такой соенобранdad для куклы. Он говорит, что одному из того, что他是 chooses надевых, unable людям реаль Listening и GIRL. И Бог говорит, что лидер Merkel один говорит, кто хочет монет scheduled Cummo свое личное средств. Парстанки дня из одной, чтобы было предназначение, этим принять относительно рекламским. понятие лидерства довольно распространенное и известное доктор Ализами привел цитаты нескольких известных экспертов в этой сфере, и они определяют так, как, например, Питер Друкер говорит, что лидером является тот, кого есть последователи, Орен Беннис подчеркивает, что лидерство – это способность превращать мечту в реальность, и Билл Гейтс говорит о том, что лидерами являются те, кто расширяет возможности других, позволяет им что-то делать, и в целом профессор Ализами обобщает эти определения и считает, что лидерство – это мотивация группы людей для достижения общей цели. Питер Друкер. Питер Друкер. Питер. 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 Один, что он делает, что он думает, что он правил. Но другой, что он должен быть правильным, не делать правильное, что это процесс-процесс-management, но также делать правильное правильное, что это правильное или не правильное. Манажер не задает, лидер не задает. Это замечательная comparация. Это одна comparация, которая достаточно для нас понимания. Далее приведено сравнение менеджмента или менеджера и лидера, руководителя и лидера. То есть разницу между ними проводит еще упомянутый Уоррен Беннис еще в 1988 году. Он говорит о том, в чем принципиальная разница между руководителем и лидером. Она заключается в том, что руководитель или менеджер управляет, лидер внедряет инновации. Руководитель поддерживает, лидер совершенствует. Руководитель сосредоточен на системе, лидер рассчитывает на людей. Руководитель контролирует, а лидер полагается на доверие. И последний пункт, руководитель делает все правильно, а лидер сам определяет, какие вещи правильные. То есть он определяет, какие правильные и делает то, что правильно. that one, of course, with a passion for a community, or cwe must be a leader, a community leader wants, has something to contribute to social life in the community, and the leader does not wait for someone else to get the job done. The leader, he or she takes initiative and does it. These are the three core concerns and core orientations for a community leader. Then this person has some quality Лидерство в общинах подразумевает, как лидерство внутри самообщины, лидерство, осуществляемое кем-то из общины и на благо общин. То есть оно может быть индивидуальным и групповым на добровольной или платной основе. Самое главное, какие качества или ориентиры лидера, это то, что он улучшает условия в обществе, стремится к тому, чтобы внести свой вклад в развитие общественной жизни и не ожидает того, что кто-то сделает работу за него, а берет на себя ответственность и делает. Пожалуйста, профессор. Спасибо. Теперь посмотрим на Коран, хадид о лидерстве. Это первое слово, это из Сура Зухруф, Сура 43, С 32. Аллах говорит, This is about, Allah is defining people. Some people have been raised above others so that they can get work done. So the work is focused, done by others, that means a leader is getting work done together with others. So, in other words, Allah appoints leaders, and we don't seek position, but Allah appoints us to do it. Окей, сестра? На следующем слайде можно увидеть аят из Корана о лидерстве. Он из Суры Аз-Зухруф, С 43, она по счёту в Коране. И там говорится, и мы возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других. Милость твоего Господа лучше того, что они собирают. Мысль, которую здесь подчёркивает доктор Аль-Азамин, в том, что Аллах выбирает лидеров, а также лидеры не работают в одиночку, а вместе с другими достигают цели. Спасибо. Давайте посмотрим на хадид. Мы можем увидеть, что первый хадид – это, если три лет идут на путешествие, они должны быть лидером. Итак, мы хотим прожить жама, два людей могут сделать жама, но для того, чтобы сделать это полностью, мы нужны три людей, и тогда жама будет полностью. Итак, в другом случае, три или больше людей, они должны быть лидерами. Это не должно быть дисорганизировано, потому что Ислам является лидером. Второе, что не требуется, что не требовать позицию для лидерства. Если вы требовать позицию, и вы получите, Аллах не поможет вас, потому что вы требует это. Но если вы не попросите, и Аллах дает вам, то Аллах будет помогать вам, чтобы это улучшить. Поэтому, учитывая здесь, что мы не собираем лидерскую позицию, но мы готовы играть роль лидерства, если Аллах дает нам. Окей, сестра. Следующий слайд показывает некоторые хадисы о лидерстве, и первый из них, когда трое отправляются в путешествие, они должны назначить одного своим предводителем или лидером. Известно, что в Исламе джамаат или уже коллектив состоит из трех и более людей. И если есть три и более человека, они молятся вместе, это уже джамаат. И известно, что Ислам – это религия организованная и организованности. И смысл второго хадиса в том, что не следует простить Аллаха о том, чтобы он назначил вас лидером, потому что если Аллах предоставит такую возможность, то и предоставит эту роль самому человеку, не будет ему помогать. Если же он выберет человека для роли лидерства сам, то и предоставит свою помощь. И из этого следует урок, что человеку не следует изо всех сил стараться искать позиции лидера, положение лидера, однако в то же время быть готовыми к тому, что если Аллах назначит его быть лидером, то нести эту ответственность. Пожалуйста, профессор. Спасибо. И последний слайд на хадису Лидерства. Аллах, Пророк, салаллаху али салам, мы все вызываем лидер в свою роль. В целом, если мы можем влияние кто-то, если мы можем сделать что-то, то мы можем влияние. So, everyone из вас, он говорит, is лидером. И мы все будем спросить о вашей лидерство. И третий хадис выражает Мысль, что каждый человек, который является лидером или пастырем в какой-то из сфер, несет за это ответственность. И какая бы ни была обязанность или ответственность возложена на человека, он будет за нее сброшен. Продолжение следует... Продолжение следует... Волонимание, когда мы хотим, чтобы помогать людям, чтобы помогать людям, чтобы помогать людям, чтобы помогать людям. That's the Islamic leadership. That we help people, but not to get praise from them, but for Allah to be pleased with us. And I define a leader, someone who knows where to go and shows followers where to go. And then he goes himself or she goes himself that way. So this way, this is the core issue that we need to please Allah and we need to have leadership, knowing, showing and going that way. Okay, sister. Профессор Алязами определяет лидерство так, как процесс, при котором исламский лидер приобщает последователей к добровольному участию в делах, направленных на достижение общей цели угодить Аллаху. И здесь можно выделить два ключевых аспекта. Это то, что последователи лидера должны следовать ему на добровольной основе, то есть желать этого. И второй важный аспект, цель всех усилий в этом направлении заключается в том, чтобы угодить Аллаху. Если счастлив, доволен Аллах, то цель была достигнута. И лидерство по утверждению доктора Алязами за тем, кто знает путь, указывает на него другим и следует ему сам. То есть, выполнив эти три условия, можно сказать, что это и есть успешное лидерство – знать, указывать и следовать. Пожалуйста, пожалуйста. Okay. Another definition is an Islamic community leader is a servant leader because he serves or she serves others. And that we've already talked about to please Аллах. So we need to serve to be leader, not to be served, because these days the wrong way is that leaders expect others to serve them instead of them serving the people. So this is one type of leader. The other type of leader is that they protect the people. They are guardian leaders. So servant leader and guardian leader are the Islamic concept. So the guardian leader is in the hadith, but the servant leader is in an Arabic saying, which is that the real leaders are those who do service to the people. They don't seek service, they give service. So this is service leader and protection leader. These are the two key roles of Islamic leaders. Thank you. And those who follow them for the good of the society. And the second key aspect is that the leader is also a protector. He protects his community. And in these two important qualities is Islamic leadership. That the leader is a protector and a protector. Thank you. Let's look at two charts now about prophetic leadership, because our model of leadership is the prophet. And as we will see at the end, there's a verse that summarizes the qualities, the central qualities of an Islamic community leader. The prophet of Islam was an Islamic community leader, and he became later on political leader too. So here some qualities I'm not going to discuss, just showing and capturing some of the qualities of professional words to describe the prophetic qualities. He was self-discipline, and he was motivating and communicating, and he was having work, family balance, etc. And there's one word called high EQ. EQ is emotional quotient, meaning he has emotional intelligence. That is heart-to-heart connection, that is heart-to-heart connection, to energize, to inspire others. That's a central issue of an Islamic community leader. So this is the chart. The chart is giving Wali Zahid, a CEO, has captured the prophetic leadership in this chart. So we need to develop these qualities. So sister, you can explain. On the next diagram, there are the main qualities of the prophet's leadership, the characteristics of the prophet's leadership, because our ideal of the leader is the prophet. It is known that the prophet was the leader of the community, who eventually became a political leader. So the Master is not misunderstood by every one of these qualities in the same way. We can watch them. However, we can mention that the prophet's leadership was all the qualities of all these qualities. He was very valuable to people in the first place, and been achool discipline, and a highly divisible person. And it's interesting that there is a great skill that he also encompasses a high emotional intellect, что имеет в виду, что он мог мотивировать, вдохновлять и чувствовать других людей, и достигать целей вместе с ними. Эта диаграмма была разработана исполнительным директором Валей Захидом. Окей, теперь посмотрим на другую диаграмму. Это «11 Prophetic Leadership Qualities». Это современные терминологи для «Профетик Лидерсия» и это объясняется в книге. «Профетик Лидерсия – 11 Qualities that Changed the World». Это книга, я могу вам показать, но это книга, 266 пайки, это книга написана Набил Ал-Азами, и он умер в прошлый год с пациентом, и он закончил эту книгу, когда он был параллелизирован в больнице в больнице. Это «Профетик Лидерсия» «Профетик Лидерсия» «Профетик Лидерсия» и «Профетик Лидерсия» и «Профетик Лидерсия» Я не объясню это, потому что это много, но это для вас только для выжить, и моя сестра будет объяснить. И следующая диаграмма показывает другие важные качества пророческого лидерства в современных терминах, так как мы их сейчас называем. Они взяты из книги под названием «Пророческое лидерство. 11 качеств, изменивших мир», написанной Набилем Ал-Азами практически уже на смертном адре. Он умер в прошлом году от рака и заканчивал написание этой книги, уже будучи парализованным. Можно вкратце рассмотреть эти качества. Профессор не будет останавливаться на каждом из них, но в целом можно получить общее представление, о чем идет речь. И если есть интерес в этой книге, то тоже можно потом спросить, как ее получить или прочитать. Пожалуйста, профессор. Теперь, на самом деле, на самом деле, на протяжении 23 лет, вы можете видеть, что в Макка он был 13 лет в развитии, в развитии, в развитии, в развитии. Это период и очень тяжелый период для того, чтобы это зависит и другое. из-за этого, что он был в развитии власти. и потом открыть дуа, и потом 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 дуа. Но в каждом этапе ситуация была становиться плохой, и поэтому он и его имел, и его имел, и его имел, и они, и эти тяжелые, которые имели хорошие люди, потому что они были только помогать людям, думать правильно, и connect с Аллахом, и так далее. В Мединае ситуация была отличная. Мединае, которые он производил, он сам led Мединае, чтобы стать, reformе общества, и values, и cultureе, и используя логи. Он также уничтожил 6 лет, и потом, после Худайбия пиас, он был able to consolidate и улучшить общество. И потом он уничтожил Макка, и он выполнил Хадж. Вы видите, все жизни жизни в Мединае, в Мединее, который вызвался от жизни главного улучшения. Он был в первую очередь, он был в neoэнголае. Он был над тем, что дуа и метеори, и потом создавал новый общий общество на Мединае, из-за всей всей проблемы и действительной войны, и действий становamente, например, во все-м Conan. Это, для нас, есть две-меты, что моря для научного культуры, преподавируем с Аллахом. На следующем слайде вмещено 23 года лидерства Пророка Мирьевым Благословением, которые разделены на два важнейших периода относительно его лидерства. И первый период американский, когда 13 лет, ему приходилось практически бороться за то, чтобы развивать себя как лидера, создавать свою команду, общину, учить людей и преимущественно делать это тайно и под давлением впоследствии очень крайней жестокости и сопротивления со стороны противников. И второй этап заключался в том, что Пророк создал прекрасную новую общину в Медине. Естественно, еще перед этим было 6 лет, определенных 6 лет борьбы, когда были и битвы, и впоследствии эти годы закончились уже перемирием, завоеванием Мекки и выполнением хаджа и прощальной хутбой Пророка. И таким образом можно увидеть, что путь пророческого лидерства, как он становился лидером и на какой путь проходил, преодолевая трудности. И можно сказать, что именно эти трудности и формируют сильного, и закаляют лидера. И теперь я говорю о 1 главе, что заморозит 5 принципов Исламик Лидер. 5 принципов Исламик Лидер. Если мы хотим развести себя как Исламик Лидер, есть 5 здесь. Это говорит в том, что So the red marks are the qualities. The first quality is kind-hearted person. And Allah is making a comment that if the kind-hearted person he was not, then people would run away from him. Because the kindness and kind-heart attracts people and rough-heart and hard-heart will drive people away. This is the first quality. Second is any mistake, any follower is doing, the leader needs to be a forgiving leader. Third is not just forgiving but asking Allah to forgive him or her. Then to make decisions, consult the followers, consult the team, consult the people. Then once the decision has been made after consultation, then go into action, relying on Allah for the best results. Because Allah says, Allah loves those who rely on Allah and do things. So these are the five qualities that are most important for us to develop within us. And we can identify where we need to develop. These are five qualities. Okay. На экране можно увидеть ещё один аят из Гурана, который профессор Азами прочитал на арабском, и в русском переводе смысл этого аята заключается в следующем. В нём выделены основные качества исламского лидера. «Лишь с милосердием Аллаха воздержан ты и кроток с ними, а будь ты груб и сердцем не преклонен, они покинули тебя и разбрелись. Прости же им их слабости земные и спроси для них прощения. В земных делах прислушивайся к ним. А если что решился сделать, свои надежды на Аллаха возложи. Поистине благоволит он к тем, кто на него надежды возлагает». Можно увидеть здесь пять главных качеств исламского лидера, которые следует развивать каждому из нас, старшим внутри себя. Первое из них — воздержанность и кротость. Это то, что привлекает к лидеру. А грубость и непреклонность, наоборот, отвергают от него. Также важным качеством является то, чтобы лидер был прощающим, а также просил Аллаха простить других людей. И кроме того, приняв решение, истинный исламский лидер должен прислушиваться также обсуждать эти решения с общиной и, решившись сделать что-то, прислушиваться к Аллаху и возлагать свои надежды на Аллаха в том, чтобы достичь результата. Продолжение следует... Продолжение следует... First, we need to develop ourselves, as I call it, self-leadership, or lead self to Jannah. Because our leadership role is to go to Jannah. So lead myself to Jannah, lead my family to Jannah, lead my community to Jannah. These are the three levels. If I don't lead myself to Jannah, I cannot lead the family and community. If I can only lead myself to Jannah, and I'm not leading my family to Jannah, then I'm not able to lead the community to Jannah. Because the Jannah means we create harmonious good relationship in dunya and have good life in dunya, and then in a way that we go to Jannah. So these are, I have given details about, a small explanation about the three areas. Leave myself to Jannah, leave my family to Jannah, leave my community to Jannah. These are the three core principles to develop ourselves as community leaders. Okay. И три главных принципа в том, чтобы развивать себя как лидеров общин, заключаются в основных направлениях, которые можно увидеть на слайде. Это вести краю себя, вести краю семью и общину. Все эти три пункта должны быть гармонично связаны между собой. В первую очередь, исламский лидер должен вести краю себя. Это профессор Альзами называет таким словом, как самолидерство или лидерство для себя. Да, в первую очередь, себя нужно начинать и вести такой образ жизни, который приведет нас к нашей цели. И самой главной цели мусульман – это заслужить рай и нахождение в Jannah. Также профессор Альзами упоминает, что нельзя вести краю только себя и игнорировать, например, семью и общину. То есть все эти три направления должны быть гармонично развиты в одном человеке, который претендует на роль исламского лидера. Пожалуйста, профессор. Пожалуйста, теперь давайте рассмотрим в один из них с семьи планов и я не буду говорить в детях. Как мы ведем себя в Jannah? Эти три пункта, которые нам помогают нам, как лидеры, которые идут в Jannah. Если я не помогаю себе, чтобы идти в Jannah, то я не могу помочь другим. Поэтому развитие коммунического лидерства требует этих семи пунктов для меня, чтобы ведать себя в Jannah. И затем я пойду в семьи, чтобы ведать семьи в Jannah, а затем семьи, чтобы ведать коммунические в Jannah. Эти три пункта. И на следующем слайде можно увидеть семь пунктов того, как лично лидер должен вести себя к раю или те качества и действия, которые он должен выполнять. Профессор Аль-Азамин не рассматривает каждое из них подробно, однако можно их прочитать. И в целом говорит, что исламский лидер должен всегда начинать с самого себя. Если он сам не стремится к раю и вести себя так, чтобы заслужить Jannah, то он не может привести к раю ни свою семью, ни общину. То есть в первую очередь нужно сосредоточиться на себе и на том, как лидер ведет себя к раю. Пожалуйста, профессор. Аль-Азамин. 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 Paul. have to give up this world, no, we have to live in this world properly and it is peacefully and prosper here and then we go to paradise there so that's how these are the seven how to lead starting with husband wife, becoming partners and then build a family home where the children can grow and learn the most important thing is that the parents spend quality time with children Then create a learning environment and positive environment where the children can grow, as loved and cared and supported and guided. This is where husband and wife partnership to lead the family to jannah is important. The husband is the main leader, wife is the deputy leader and chief advisor. И следующий этап, или пункт, это лидерство в том, чтобы помочь своей семье попасть в рай. И здесь мы говорим о том, чтобы проводить жизнь халяльным способом или тем, чтобы все наши действия и дела соответствовали исламским предписаниям. Это не значит отказываться от мира полностью, это значит привести все дела в соответствии с требованиями Аллаха. И здесь абсолютно важно партнерство между мужем и женой, чтобы выстроить партнерские отношения и потом уже вместе воплощать в жизнь исламские принципы, для того, чтобы дети тоже впитывали их и создать, очень важно, создать для детей атмосферу соответствующую, чтобы они учились и росли в понимании законов Аллаха. И можно сказать, что очень важным является шестой пункт, это проводить качественное совместное время. И в такой модели лидерства, естественно, что главная роль отводится мужчине, он как бы главный лидер, а жена его главный советник. Вот такая модель лидерства в семье. Олег Саварен Саварен Азам. Итак, последняя часть, как мы занимаемся на развитие怎么样. Сейчас мы поединяли снова семье, это коммуниститивный лидер, то есть коммуниститивный лидер. Мы говорили о жизнь, 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 потом коммуниститивный лидер. И здесь я показывал по-другому, которые вы видите, что мы должны быть в урожем, что мы должны быть в сердце, Сур Али Амран, в 110, это оба служба людей, служба людей. Это тоже важно, что в Мусульмском университете не служба людей, но служба людей. Это номер один момент. И причина, что Аллах, у нас, у нас есть дути, служба людей. Если два людей, и один не-муслим, один не-муслим, мы едем двух. Это важный момент для исламов коммунистей. И еще, либо следующий момент для нас, которые требуются, которые требуются, которые требуются, мотивации и мотивации, и могут быть и помогли. То есть, это семьи последних моментов, которые я хочу рассказать с вами. Таким образом мы можем ведать нас к Жанна, для того, чтобы жить в порядке, и спокойно, и в безопасности. И на следующем слайде можно увидеть следующих 7 важных пунктов для исламского лидера, которые относятся к тому, чтобы он умел вести свою общину к раю. И здесь очень важным является иметь сердце, которое настроено на служение общине ради Аллаха. И это то, о чём говорилось в Суре Имраан, как уже было упомянуто. Такой человек, такой исламский лидер, каждый из нас, кто к этому стремится, должны мотивировать, должны уметь заинтересовывать людей и заботиться об общине в целом. И здесь речь идёт о том, чтобы не только заботиться, о мусульманах, но и не мусульманах. К примеру, если есть два голодных человека, мусульманин и не мусульманин, то лидер, конечно же, мы должны накормить обоих. И вот все эти 7 пунктов, они все направлены на то, чтобы человек, чтобы лидер мог вести общину к раю, и чтобы в целом в общине существовала гармония, благодать и процветание. Продолжение следует... 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 Реward is somebody recognized and rewarded for achieving something good for the people and punishment means somebody who has done negligent action and hurt others. They need to be accountable. This is not a punishment that you whip them. No, not like that, but punishment that people should know and the person should apologize to people that they have caused some difficulty to other people. Because we are supposed to serve and not cause difficulty. These are the summary of how you prepare your action plans. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Next is fine. In the last second second second, it depends under the cell circle. В целом лидер определяет цель, он задает цели, но также с условием, чтобы они, чтобы были смарт-цели, это тоже аббревиатура, которая заключает в себе такие принципы, чтобы цель была конкретной, измеримой, достижимой, уместной и ограниченной во времени. То есть, если, например, есть цель улучшить качество образования или, к примеру, было упомянуто обеспечение едой, обязательно, что касается конкретности, должно быть количество, сколько человек в этом нуждается и насколько это реализуемо, кто будет этим заниматься и в какое время. Вот таким образом цели, такие четкие, ясные цели позволят уже перейти к следующему шагу, определению путей достижения этих целей тоже согласно критериям SMART. И, определив пути, лидер должен выделить ключевые показатели продуктивности, чтобы иметь возможность увидеть, в чем у него получается достигать этих целей, или как он увидит, что он на пути прогресса и качественно их исполняет, или же, наоборот, что-то страдает и что-то нужно улучшить. Следующим шагом является оценка достижений. Здесь тоже упомянуты некоторые критерии, исламские критерии, в частности, соответствие Корану, качество, количество и так далее. Шестой шаг – это обеспечить успешность того, чтобы цели были реализованы. Исламский лидер должен подкрепить их, чтобы они были достигнуты, и чтобы успешно завершить то, что запланировано. И конечный шаг – это установить систему вознаграждения и санкций, или наказания. То есть это не имеется в виду наказание, в виде выпороть кого-то непослушного, а имеется в виду увидеть того, кто мешает или что мешает, и принять соответствующие меры, чтобы все-таки достичь успеха и избежать неудачи в деле на благо общения. Поехали, профессор. Поехали, последний шаг – это что вы должны делать, не сейчас, но сейчас, но в процессе для self-дисковой. Должение следует, чтобы вы должны найти пять топ-Qualities от комьюнити лидеров, с любовь, господом и вдвоем, и вдвоем, и вдвоем, и вдвоем, и вдвоем, и вдвоем, и вдвоем. Это – это – что для того, чтобы вы должны идти пять топ-Qualities, So it becomes 100 So out of 20 marks You decide What should be the pass mark For each of the qualities that you have listed Pass mark It can be 50% pass mark Means 10 out of 20 is pass Otherwise no pass So you decide each of the quality How much mark you allocate to pass Minimum standard That's pass mark After that You have allocated Let's say 10 for each So 50% pass mark Then you check Where you stand on those 5 qualities That you have listed Are you passing or failing You check on yourself Be honest along those lines And then when you find Some are just passed And some are you are failing Then you make a program for self development So this is you do in your own time Assist yourself And prepare your development program Okay sister And then And then And then You are going to To see To see You know You are going to To see There are some Any面on They are known They are What the purpose of the lives And Они По Is To see And And To To по степени важности и в целом так, чтобы общее количество баллов было 100. Разделить так 100 между этими пятью качествами и оценить лично себя по каждому из этих пунктов, из этих качеств, насколько они наличествуют в вас. И если в чем-то есть недобор или лидер не дотягивает к этому, то лично вы можете проанализировать, как улучшить эти качества в себе. Это можно сделать сейчас в любое время. И если есть какие-то недостатки, которые видимы для вас лично, то можно разработать систему для саморазвития и самосовершенствования. Пожалуйста, профессор. Хорошо. Теперь я оставлюсь в конце программы с вопросами от вас, и я отвечу. И если вы задаете вопросы в русском, то она может переводить для меня. Это для вас, чтобы мне рассказать о следующем. И теперь желающие могут задать вопросы. И если на русском языке, то вопросы будут переведены для профессора Амазами. Так что, пожалуйста, можете задавать вопросы.